Вот так выглядит сбывание мечты. Мы идем в Судакскую крепость. Сколько раз я проезжал мимо нее? Наверное, два или три. Ни разу я в ней не был. Сбывшаяся мечта. И вот мы здесь. И вот мы теперь можем на нее посмотреть и прогуляться. Выглядит это просто монументально. Практически подошли к крепости. Здесь на меня прям накинулись с животными. Видели, что я достал телефон, чтобы фотографироваться. Что, Паша? Ты тебя тоже на память? Давай поздоровимся бесплатно. Посмотрите, какой здесь фаншвак. Сколько людей стоит. Это все возле Судакской крепости. Здесь много людей приехали. Все хотят есть. И вот здесь продают еду прям в больших количествах. Как вам? Мясо, чебрики, мясо 110 рублей. Чтобы попасть в крепость, еще надо постараться. Посмотрите, сколько народу. И все пытаются сразу пройти. Мы ждем сейчас. На билетике выдадут. И пойдем уже на посещение. Приехали мы с экскурсионной фирмой Реал Турц. Мы на территории Судакской крепости. Вход сюда стоимостью 300 рублей. Говорят, на квадрике здесь не полетать. Потому что снизу стоит пост. И дроны сразу же все глушат. Здесь была восстановленная. И это единственная из всех крепостей, которая сейчас находится в таком великолепном состоянии. Всего, если не ошибаюсь, на Крымском полуострове их 6. Вау. Просто ты смотришь на это все. Такая красотища. Чистый святой. Поселение было основано в 212 году нашей эры. Иранских именами Алланами. Это предки Солемена Хосетин. В 6 век до нашей эры весь южный берег Крыма заселяют греки. В 6 век нашей эры византийше захватывается южное побережье, оставляя после себя различного рода боевых креплений. В 7 век городом правят азары. А старая территорию города своего человека, на имя которого местные жители платили дань хам. В 10 по 13 век это крупный торговый город всего Северного Причинноморья. Также он являлся одним из центров Великого Шелкового Пути. Торговал со странами Западной Европы, Дальним Востоком и Средней Азией. В 11 век город подчиняется полотцам, однако взамен грабежа предлагают свою защиту от внешних врагов. В 1222 год на город напали турки-сельджуки, а через год монгольские племена. В 1239 году монголы вновь возвращаются в Крым. Как полуостров, так и наш город входит в состав Золотой Орды. В начало 13 века на черноморские рынки активно проникают европейские купцы. С двух северо-итальянских городов, Венеции и Гены. Их привлекали в выгодные условия торговли. Платили 3% пошлины на имя монгольского хана, а тот гарантированное право давал пересекать континент через Черное море и вплоть до Желтого. 1260 год. Венецианцами основывается крымская торговая фактория Каппа. Это современная Феодосия. Она же становится столицей итальянских колоний в Крыму. 1359 год. Между монголами начинается вражда. Генеевцы пользуются этим и в 1365-м захватывают весь южный берег Крыма, начиная от Керчи и заканчивая Балаклавой. То есть в каждом городе была своя генеевская крепость. Наша одна из самых хорошо сохранившихся. Строительный крепостный стенд и башен на территории нашего жилого поселения начинался не позднее 1380-го года. В период итальянцев город называется Салдая, переводится деньгодающий. Стоим из центральных ворот города. Ворота в состоянии из двух привратных башен, центральная проездная арка и такая полукруглая пристройка Барбакан. От древнеанглийского слова Барбака означает окружать. В военное время эта площадка превращалась в зону смерти для врага. Велся перекрестный огонь. С первых этажей башен в бойниц находились лучники или арбалетчики. Со вторых прямоугольных окон амбразур уже находилась тяжелая артиллерия баллиста. Это арбалет, который стрелял каменными ядрами весом около 5-6 килограммов и заточенными пренами. Каждая башня строилась на имя консула. Западная, построенная при Якобо Торселло в 1385 году. Восточная, приберна Бадди Франки Дипагана в 1314 году. Центральная проездная арка при Батиста Дизале в 1389 году. Фамилии и имена конца запоминать необязательно. Важно учитывать то, что крепость строилась не сразу, а на протяжении 100 лет. Проходим все через ворота. Вот так вот. Прям интересно, спасибо. Ворота городские не сохранились, но их мощность по ширине паза. Это более вот дубовая дверь, обитая железом и железная решетка. Поднималась и опускалась в помощь подвесных блоков и отвесов. Ворота были раз, ворота были два. Здесь, конечно, вот выходишь, смотришь на это все. Вообще, вау. Когда здесь находишься, такое ощущение как будто нереальности. Стоим на территории древнего поселения Сукдея. Общая площадь чего 29,5 гектаров. 20 внутри, 9 за пределами крепостных стен. Население города составляло около 8 тысяч человек. На то время это был самый густоселенный город. Вот около 8 тысяч человек, мужчин. Женщики и стариков не учитывали, так в основном мужской население защищало крепость. Вдоль всего верхнего яруса обороны. В ней такие небольшие холмы. Это все фундаменты жилых и культовых построек. Жилые дома были в основном двухэтажные. Первый каменный, второй деревянный. Дальнее к нам каменное строение конец 18 века. На период русско-турецкой войны дисквартировался Кирилловский полк. Вы на территории крепости, а не покидают ее, оставляя после себя такие вот казармы. Это одна из самых хорошо сохранившихся. На территории крепости было найдено еще 4. Внутри наш волшебный город. Сверху вниз по склонной крепостной горы, видя ступень, спускались жилые дома. Жили по принципу Италии друг над дружкой. Чей-то пол служил потолком дома. Дома были квадратные формы. Если учитывать все население города, то это от 13 до 15 тысяч человек. Как внутри, так и за пределами крепостных стен. Все это было раньше один сплошной город. Это цифра современной населения Судака. В основном зимой. Население Судака сейчас 16200. Плюс-минус то время примерно жило столько же людей. Очень была большая смертность среди молодого или среднего возраста. Если вам на то время было бы уже 40 или 50 лет, уже были полноценными пенсионерами. Повышения пенсионного возраста не было. Пенс-то тем более. Люди, как говорится, жили на свой страх и риск. Цистерна для воды. Емкость 185 кубических метров. Откуда итальянцы брали воду. Брали сосклон с этой северной горы. Перчем. Переводится к Чубатая. Высота 576 метров над уровнем моря. Питьевые источники находились на высоте около 300-400 метров. Акса вода поступала. Местные жители на поверхности горы искали природные углубления. После чего делали вокруг каменную укладку и превращался на вкаптаж. Наш язык это ванна. В эту ванну за ночь вода набиралась. И от каптажа под землей проводился 3-х километровый керамический водовод. Секция одной трубы 50 сантиметров. Скреплялась и смазывалась между собой гидрозалирующим раствором. Добода не протекала и не портилась. Стены цистерны смазывали тем же раствором, только делали слой плотнее. Что одному, что второму 700 лет. Вторая цистерна емкостью 350 кубических метров. Изначально при итальянцев сужил цистерна для воды. Позднее итальянцы вытесняют турки-османы. Строили второй этаж и сужил к оружейным продовольствиям склад. Но время пребывания здесь русских как пороховой. Третий этаж мы видим на земле. Два остальных уходят на глубину 10 метров. У этой цистерны восстановлена только крыша. Кладка сама настоящая, генуэзская. Два якоря были подняты со дна морского с торговых судов 13 века, то есть с времен итальянцев. Были найдены в 6 километрах от судака у подножия мыса Меганом. После моей экскурсии тоже цистерну посещаем. Внутри находится музей подводной археологии. Приметы представлены начиная от 13 века и заканчивая 20. Вход в музей свободный. Геральдическая закладная плита. Это своего рода отчетность перед консулом, то что он здесь был и правил. На виде изображения трех гербов. Центральный герб крест в щите. Герб генуэзской республики. Справа фамильный герб консула. Слева герб дожа правителя Гены. Плита не восстановлена, а досталась нам с тех времен. С 13 по 15 век. Материал плиты песчаник. Замурована с помощью известкового раствора. А составе раствора я еще буду рассказывать. Над гербами латинская надпись переводится дословно так. Это здание поверил построить достопочтенный муж и консул города Салдае по скворе в 1392 году. Состанат надпись на всех плитах также переводится, только меняется дата построек башен и сами консулы. Бетонные блоки. Это времена реставрации. Реставрация крепости проводилась с 1968 года по 1986. То есть почти 20 лет. Раскопки с 1910 года. И она выделила деньги по наше время. То есть все, что будем видеть, это раскопано до распада Советского Союза. После распада деньги на скопки выделяли, но раскопки были незначительные. До бетонных блоков раньше были деревянные. Сверху ложили деревянные настилы. Стражники сбегали по ним и защищали крепость. Материан сужил, можжевельник древовидный. Остатки дерева наблюдаем. Вверху боковой сне башни. Поближе закончился с оранжевым пунктиром. Здесь в Венео восстановлена стена. Низ натуральный. Вверх восстановлен. Или ориентируемся по темному камню. У этой башни восстановлены только зубцы. И бетонные блоки стоят, чтобы башня не разрушилась от времени. Фундамент католического храма Девы Марии снизила на своя печальная история. 1475 год. На город напали турки-османы. Вытесняя итальянцев со всего южного побережья. Последние мирные жители укрепились внутри этой постройки и вели оборону. Но турки, чтобы не терять свои силы, обложили здание хоростом и сожгли всех заживо. Реан с фундаментом храма, видимо, целевшая стена очередной Кириллской казармы. Разрушены крепостные стены русскими разбирались и за их счет строились небольшие помещения. Гарнизон простоял три года. С 1798 по 1801. После гарнизона крепость пустовала. Подарок городу. Времена Крымской войны. С 1853 года по 1856. Сударская бухня на российский фрегат. Велся перекрестным огнем с двух английских линейных кораблей. Начальник порта увидел это, собрал людей, спас экипаж корабля и все его содержимое. За благодарности были подарены эти две корабельные пушки. От капитана начальнику порта. Пушки с очередного фундамента Кирилловской казармы. И это считалось одна из самых больших. От начала дальней скамейки и до конца. Ближайшая к нам стена это окончание казармы. На западную часть крепости после моей экскурсии прогуляетесь. Это в ту сторону. Увидите подобные казармы, только они короче. Это была одна из самых длинных. Именно по фундаменту. Раньше длина одной казармы составлялась 75 метров. 600 солдат на 5 казарм. Общий полк был 749. И это мы видим только второй этаж из трех. Первый под землей. Второй и третий этаж изобретен строительный материал. Больше какой-нибудь территории музея нет. Начиналось строительство в 1455 году. На то время в Западной Европе уже было известно, что такое огнестрельное орудие. Время штурма крепости прямоугольные стены разрушаются быстрее от выстрела чугунного ядра. Но не от полукруглой стены. От нее ядра отскакивают. Построена она на месте неизвестной прямоугольной башни. Фундамент стены наблюдаем. Также у этой башни был свой второй этаж. Но до нашего времени он не сохранился. За по темному камню вверху можно посмотреть, насколько башня была восстановлена. Такой архитектурный башен имеет генуэзская крепость Чембала, что находится 9 километров от Севастополя в городе Балаклава. От крепости остались три башни. Сверху вниз спускается к морскому побережью. Раствор песчаного и серого цвета. Это то, на чем держится вся крепость и чем смазывали между собой керамические трубы. Это и есть известковый. Как его делали? Воровали яму, не добавляли гашеная известь, битая черепица, ракушечник. Все на протяжении многих лет поливали водой. До тех пор, пока раствор не станет натуральным. То есть из раза в раз постоянно менялась вода, вымывая из раствора соли, которые могли его разрушить. И становился он крепче нашего современного цемента. Раствор делали три года. До води и до жидкого состояния. Но разница в чем от цементного раствора. Если цемент может все время рассыпаться, при этом снова трещину заделывать, и здесь принимают форму монолита, то есть камня. Ему не страшна ни сырость, ни всякая непогода. Ровесник якорей. 700-800 лет кладки. В советский период уже использовали цемент, смешиваясь с морским песком. Площадка, дорога полностью восстановлена. Объекта показа. Первый объект – фундамент православного храма. Вначале был такой небольшой формы. После к нему строится такая пристройка, притвор. Это сородов зал ожидания во время службы. В двух каменных могильниках были захоронены два знатных армянина, строившие этот храм. Надхамарингинская стена 13 века. В период 6-7 век на стены строили бизантийцы. Веду двумя песчаными блоками стояли третий камень на ребро, и все это заливали известковым раствором. Последний объект показа – небольшая известковая гора. Шахарная головка. Изначально была круглой формы. В 1927 год произошло ялтинское землетрясение, которое достигало около 9 баллов. Начиналось в районе Ялты, от горы Аюдак, что переводится на 2 гора. И до этой горы доходит. Кусок камня откалывается и падает в пропасть. На месте этой пропасти видим внизу страницу с оранжевыми крышами гостиница «Солдая». Человеческих жертв не было, от камня раздавил один из жилых домов. Удачное расположение у гостиницы группы. Но и минута юмора. Помним сериал «Мастер Магарита»? Роль Голгофы исполняла наша сахарная головка. У ее подножия стояло три креста. На одном из них был распят Сергей Безруков, исполнявший главную роль Иисуса Христа. Как площадка съемочная уехала, кресты продолжали стоять. Долго люди гадали, кто под этими крестами был у нас захоронен. Отвечая лист ноткой юмора, то же им присутствовала грубость. Никто не был захоронен, просто именно на одном из крестов висел без рук. Как говорится, вовремя успели снять. Пустого креста и падали, хабата на место ставили, после на дрова разобрали. Викинга поняли с Данилой Козловским? Да. Весь верхний ярус обороны был задействован. Наша крепость играла роль города Корсунь. Это последняя сцена, где Владимирса приплыл в доспех покупаться. Бюджет фильма 1 миллиард 250 миллионов рублей. Снимали 7 лет, чтобы показать 2 часа фильма. Причем захватывал нашу крепость, окупался уже в Одессе. Видел море, там было теплее. Сейфор Мас продолжаем жить дальше. Без экскурсии, я думаю, эти камни не вызвали бы столько интереса и восторга. Очень хорошо. Прямо интересно послушать. Поэтому будете приезжать, ребята, берите обязательно экскурсионный маршрут. Потому что просто походить, пошариться, ну совершенно не то. Столько много интересного, знал. Бажня построена при кунцу Лукини Дефиевской деловании в 1409 году. Чем интересен кунцу? В его роду было 2 папы римские, которые правили Ватиканом в разное время. Итак, 2 щита внизу, справа слева по бокам. Видим полосатые? Над ними изображение святых во весь рост. Профиль, склонивший голову. Игруппа, не молчи. Еще раз. 6 гербов по центру убираем. Остаются 2 по бокам полосатые. И над ними сразу же. Если хотя бы одного Данила видно, это уже хорошо. После моей экскурсии фотографируем плиту крупным планом и ее рассматриваем. Там изображены папы римские. Иннокентий и Адриан. Что о гербах? Видимо, уже не 3, а 6, даже 8. Первые 3. Герб Генуя, крест в щите. Видимо, смещен в сторону. В годы строительства башни Генуя потеряла свою самостоятельность и вошла в состав Французского королевства. От имени Французского короля в Гену правил маршал до Бусико. Идорджская форма правления Генуя была забыта на несколько лет. Изначально 2 гербала штрихованных должны были служить для Французского короля и маршала до Бусико, что правил в Италии. Внизу 4, это уже фамильные. Два из них посвящены по-римски, два по центру. Это чем известнее, богаче род, консула, тимгер, боф больше. Такая у итальянцев была необычная традиция. Дож, наш язык, глава республики. Консул, это мэр, который правил городом. Рассмотрим внутреннее строение башни. Когда-то у этой башни был свод, то есть крыша была. Единственная башня, которая служила для жилья. То здесь можно было легко переждать зиму. В основном, ночевался начальник караула. Также этой башней имелся свой оружейный склад. Глубина его 6 метров. Время раскопок были найдены конечники стрел, копий, болты арбалета. Даже присутствовала конская сбруя. Вход в башню велся со второго этажа. Железная конструкция вверху. Это годы землетрясения. Дабы сохранить последнюю стену от падения, реставратор закрепляет акул от железной скобой. Как видно до нашего времени, все прекрасно сохранилось. Разворачиваемся к двум верхним башням. Комплекс верхнего яруса обороны или комплекс консульского замка. Достоит из двух башек. Первая цитадель, во второй жил сам консул. Начался сроком на один год. За ремеслоуправление он должен что-то построить или восстановить. Это была его основная задача. Территорию города не имел права покидать. После управления строил в честь себя башню, закладывал плиту и на его место приплывал уже другой. Так называемая командировка или ссылка в необычных условиях. Консул имеет трехэтажную структуру. Первый этаж, подвальное помещение. Второй зал переговоров. Третий жилой пункт. Рассмотрим следующую башню. Итак, группа, вот вам еще пища для размышлений. Неважно консул хороший или плохой, на повторный срок он не избирался. Для чего это делали? Что не процветала коррупция? Коммерции личного консула тоже не было. То есть он не мог пойти наловить рыбы и лично продать. Нет. Каждый консул занимался делами города. У итальянца была названа военная служба. Пока новый наряд сюда кулебет, старый имеет право никуда уйти. И что-то консул не успел достроить или восстановить, за него работу заканчивал уже вновь прибывший. Но в любом случае консул должен что-то сделать, потому что мы ждем отчетность перед Италией. Судак, Балаклава подчинялись Феодосии, а Феодосия подчинялась уже непосредственно Генуе. Завершаем законство с нижним ярусом на трехэтажной четырой стене башни закрытого типа. Строился при консуле Карата Чигала в 1434 году. Чем интересна башня? До второго этажа строилась стена и соединялась у нас к консулу. Вход на стену замурованная дверь. То есть под этим холмом находится фундамент стены. Если весь нижний ярус обороны прорывали, доходило до этой башни, так же ввелся перекрестный огонь с бойницы. Но здесь уже город защищали монахи и священники. То сейчас они на территорию бывшего монастыря. То стандартная стена строилась и можно было поверх ходить. Так же у этой башни была своя плита, но с ним уже такая забавная история. Нашли у местного винодела, служил как пресс. Одесситы, проводившие раскопки и реставрацию, нашли этого винодела, забрали себе плиту и часть крепостных предметов себе в караишеский музей. Единственная культовая постройка, которая ни разу не разрушалась, она служила к святое место, просто передавали из одной веры в другую. Начинало строительство приношествии турах сельджуков в 1222 году. И служила как мечеть. Во реаправлении итальянцев, последний человек, который достроил здание до конца, господин Каталани, осветил ее в католический храм. В генуэссу проправить приходится турки, но уже османы. 50 итальянцев и снова освещают ее в мечеть. Не успели, а сварбовый приходится на русские. Вытесняет турок-осман и освещает уже православную часовку. Последним, чем постройка служила по назначению, являлся армяно-католический храм в 1883 году. Прилегающий к крепости поселок Уютное, это в прошлом немецкая колония Эллен-Таль. При правлении Екатерины II здесь раньше жили немцы. Последним событием присоединил Крым к России 1783 года. С 1926-го вносит статус музея. Группа в чем уникальность этой постройки? Кто город захватил, на ту сторону постройку осветил. На территории города имеются православные и католические храмы, также и мечети. Время набегов эти постройки разрушались, но все равно вести службу где-то надо, поэтому это здание не трогали. Реставрация проводилась только с внешней стороны, то есть купол. Все внутреннее убранство с тех времен. Итак, что делаем? Здесь моя экскурсия заканчивается. Вам приятные впечатления от наших дальнейших крепостных видов. Посещаем наш музей. Внутри находятся античные святилища Горного Крыма. Важно понимать, что до больших городов, до нашего мирного поселения, люди раньше жили в районе наших Крымских гор. Самое интересное, посмотреть, конечно, на то, что стало с тех времен. Здесь, конечно, заворачивающие. Разные элементы оружия. Очень интересно все выглядит. Здесь разнообразные черепки. С разных, получается, святилищ. Это просто разные фрагменты. Какие-то браснотики. И здесь. В общем, интересное место для осмотра, могу сказать. И еще поглядеть. После святилища пойдем пройдемся немножко вдоль. Потому что здесь должно быть очень интересно. Стены. Да нет, до стола времени, да, кладка сохранилась, получается, которая не разрушается вот про то, что нам рассказывают. Очень интересно. Кстати, экскурсия. Много чего нового узнал. Пластик, конечно, здесь смотрится уже не так пафосно, как было. Ребята, здесь народ поднимается, типа, смотровая. И, типа, бесплатная. Класс. Ух. Класс. Класс. Защипте. Так, ну, сейчас мы отсюда посмотрим переполненные пляжи. Вот так вот. Это, конечно, шикарно. Кораблик отходит. Вы круто смотрите. Вот, смотрите, ребятки. Тут магнитик за 250. Если вам фото понравится, можно купить. Девчонки у нас, смотрите, какие смелые. Так, это фигня, как видите, желание. Не, почему? Людям нравится. Они не навязываются, все нормально. Это самое главное. Смотрите, как вверх красота. И здесь можете увидеть вид. Блин, я мечтал здесь просто побродить. Куча всяких поделочек, колец, амулетов. Ух, мы до башни консула почти добрались. Не только лишь все смогли это сделать. Вот здесь можно выпить и поесть. Здесь вот такая вот лестница. Скажут, что ее восстановили. Она уже к античности не относится. А все равно классно полазить. Камеры, кстати, везде висят. Все под видео наблюдением. Главное, вот не ходить близко к краю, а то у Паши голова кружится. И заходим в башню. О, тут какая дверь прикольно сделана. Ух, слушайте, снаружи не кажется, так много места здесь. Паша, что с тобой? Ты как устал, будто. Консульский замок. То есть отдельно у него был тут свой замок. Это типа, наверное, туалет был. Пустился и сразу там выкинул все. Пить собрался, Паша? Да, мы прибыли. Паша, нельзя. Пошли, пошли, пошли. Ух, какой ведь, ребята. Он видит, там такой закрытый дырка. Туда что-то, может, можно было подать. И вид, конечно, здесь просто сумасшедший. Что-то все так бегают по краюшку. Не верят в свои ноги, наверное. На самом деле здесь прям очень круто. Но после этого вида мне напишут. Юра, ты что делаешь? Огонь. Держусь, все нормально. Главное, чтобы портфель не перевесил. Иначе это будет прям потеря-потерь. Класс. То есть вид просто сумасшедший. Блин. Круто. Смотришь, не из-за такие виды. Что-то приезжает и здесь отдыхает. Еще получает какое-то такое сверхреальное удовольствие. Ребята, пойдем смотреть. Ребятки трясутся. Больно. Прикольно ему тут жилось все. То есть еще деревянная часть там. Такой зашлет. Вот тут целый этот рынок. Вот тут камин, типа, подтопить можно было. Или что-то приготовить. Еще один. Тут причем разные, что ли. Класс. Решитель. Окошки, типа, с решеткой. О, тут кондиционер работает, чтобы жарко не было. Я думаю, что тут... Ой, как хорошо. Если у них были тоже кондиционеры, им повезло. История этих мест. Так интересно на дни наблюдать. Заходят, такие смотрят, как мураши туда-сюда бегают. Чего им надо? Точно, лестница такая клевая. Хотелось бы, конечно, верить, что она сохранилась с тех времен. Но нет. Я думаю, что это все сделано уже в наше время. На второй этаж здесь можно подняться. Вау. А здесь довольно-таки красиво. Еще наверх и еще наверх можно было. Класс. Здесь прям вот это вот круто. Возле окошка. Сесть. Стекла такие. Чтобы чистые были. Вообще топовые. Здесь, смотрите, еще и колонна. Не знаю, колонна. Наверное, тоже с новой. Да, и ты сидишь, смотришь на такую набережную. Лучший вид был с этой горы. Сто процентов. Это была Консульская башня. Впереди у нас еще есть башенки. Паша сказал, что хочется лезть на самую вершину. И посмотреть, что там есть. Интересно. Да ладно тебе. Что тут идти, Паш? Прямо рядышком. Вот так смотрится это все. Ну, сверх. Красиво. Прямо сказочно. Мы дошли до башни, которая называется Георгиевская. Вот причем на каждой башне табличка, что это памятник архитектуры. У нас, видите, все сделали полностью всю крепость памятником архитектуры. Чтобы люди ее не разрушали. И здесь мы выходим. Вот, наверное, какой-то двор как бы. Рыстка, Руди Пыток, Эпохи Инквизиции предлагают. Вот, видите, как здесь красивый тоже вид. Просто, ну, и шикарнейший. На судак, на крепость. Слушайте, мне у нас снизу не смотрелось даже настолько красиво. Даже когда я на квадрике летал возле нее. Потому что вот, когда я пришел сюда, я прям проникся. Это действительно место прям вызывающее восхищение. Мне реально круто. Какая красота. А и вот как туда народ тащил камни, чтобы строить дальше эту крепость. Это, конечно, большущий вопрос. Сверху вид вниз. Просто захватывающий. Сахарная голова. Наверное, круче всех тут смотрится именно скала Сокол. Сейчас мы к ней тоже поедем. В общем, сколько у нас мест красивых, которые можно посещать. Даже итальянцы хотели переехать и здесь жить. А нам говорят, езжайте Европу, да? Эти голуби лазят. Никого не боятся. Рязычком с ними. Это вот волчьи ягоды вроде бы ростут. Цикады, конечно, тут завиваются. Классное место. Вообще без разговоров. Берите удобную обувь. Ну, это вам будет удобно, потому что можно иногда кое-где соскользнуть. И осмотреть, наверное, самая конечная точка, куда идет большинство туристов. Потому что силы на этом у них кончаются. Паркактуры по стенам не ходить, говорят. Это что-то типа тоже, как часовинка, храм. Похоже на такое сооружение. Проход запрещен, опасный для жизни. Паша, тут спасительная лента для тебя. Дальше идти нельзя. Ладно, там сидит сотрудник музея. Чтобы туда никто не ходил. Паша, влево, влево. Виды, конечно, здесь просто пушка. В общем, Павел не захотел смотреть. С этой стороны красоту. А я вам покажу. Это просто вау. Горядый скал. Сама стена. Отсюда видно, видите, казармы. Просто восхитительная красота, мои дорогие друзья. Хочу выразить огромную благодарность Реалтуру Людмиле Владимировне и Риму Мартиросовне. Спасибо вам огромное за предоставленную возможность побывать в таких местах. Ребят, путешествуйте с Реалтуром. Великолепные экскурсии. Хочу также отдельно отметить экскурсовода. Сегодня прям работает от души. Нам рассказывают очень много разной информации. Когда мы проезжаем, там говорят про Старый Крым. Что там интересного было. То есть мне, честно, прям очень экскурсия заходит. У нас все четенько, по часам, везде все успеваем. Единственное, вот здесь я расстроился, что не получилось полетать. Ну, ладно, это мелочи жизни. Йок-макарек, какие виды. Скалы расходятся. И открывается вид на мыс Капчикна, Абакая. Скалу, Скала, Сокол. Так, вот видите, немножко видно. Это фантастика. Даже не побывал здесь, бы не узнал, что тут скалы расходятся и создают вот такую великолепную красоту. Там можно увидеть еще одну башню и церковь рядышком. Портовая часть и выход. То есть Паша не пришел на порт посмотреть. Так, друзья, видим вот эту церковь, о которой мы говорили лучше. Вместе в Ваннице. И давайте посмотрим, как выглядит портовая часть. Реально, ну вот, когда видишь такую красоту, не верится, что это происходит вот здесь с тобой сейчас. Кажется, что это, ну, откуда-то из другого мира, из прошлого, так сказать. Ну, из каких-то сказочного. Тут еще ворота такие стилизованные поставили. Эх, замочки. То есть здесь реально спуск туда, к порту. Представьте, можно было пройти. И тут ворота, вот видите, стояли другие двери. То есть вот это вот, наверное, бы сразу выбили. А это больница. С арбалетами тут можно было проживать. И кидай на кого хочешь, что хочешь. А туда вниз и к порту проход. Вот так вот. Те, кто здесь не бывало, в принципе, об этом даже и не узнают, что здесь такое есть. Давайте вот сюда в щелочку еще посмотрим. Так, щох. Вот он, этот вид вниз весь. Тут территория там охраняемая. Здесь под камерами территория. Интересно, кому этот участок принадлежит. Кому тут можно строиться. Но место выбрано просто идеально. Скала вокруг нее, тут крепости. Дальше тут выход в порт. Даже не чем пользовались, а непосредственно вот здесь, сзади города. Тверд, как бы в голове, это все рисуется гораздо лучше вся именно инфраструктура. Видите, сюда не каждый туризм-то ходит. А на самом деле тут тоже много чего интересного. Просто там больше объектов, получается, сохранилось. По звуку слышите транспорт. Ника вот пошел. И тошка глубоко. Тоже больницы по бокам. А вот эти развалины еще казарм, которые здесь были. Это палатки стоят. Вот это, понимаете, концертная площадочка. Делость Судакская крепость. Музей-заповедник. Видите, еще одна башня. Я думаю, что, в принципе, все получилось очень круто. Увидели с вами много чего интересного. Ну, в принципе, жалко, что без квадрокоптера. Ну, я думаю, что не будем, как говорится, драконить людей, которые занимаются нашей безопасностью. И раз вы меня попросили, причем сказали не то, что там летать нельзя, потому что видели у меня квадрик. Сказали, что посадят квадрокоптер. Я уверен, что этот не посадят, но, как говорится, драконить их не будем. В общем, друзья, я вам советую посещению. Приезжайте, смотрите, гуляйте. Жалко, что я почему-то туда полез бы и наверх. И здесь бы походил, потому что тоже очень-очень все это интересно. Пашка, ты живой? Ура! Я просто туда ходил. Там, короче, круто. Давай.